МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барышня, я извиняюсь. Думала, самая умная, да? Думала, не найду. Уходи, Паша. Нам не о чем разговаривать. Как это не о чем? Ты вообще-то моя жена. Развод я тебе не дал и не дам, так и передай своим адвокатам. Или кто там они у тебя? Я пытаюсь понять, но не могу. Как? Как я могла выйти за тебя замуж? Это я понять не могу, как я на тебя женился. За тебя вся моя жизнь. Коту под хвост. Сам знаешь, что это не так. Опять выпил. Я понимаю, что с тобой сейчас бесполезно разговаривать, но я просто прошу, оставь нас с Василиской в покое. А почему это я должен оставлять свою дочь? Ну, потому что такой отец, как ты сегодня, ей не нужен. А это не тебе решать. Привыкла жить в детдомах. Хочешь дочку без отца оставить? Или тоже ее сдашь в детдом, чтоб не мешала тебе, а? Мы не договорили еще. Сейчас, я с тобой договорю. Андрей, уведите Лизу. Василиса уже дома. Ну что, недоразумение. Я слушаю меня внимательно. Ты больше никогда не подойдешь к Лизе. Ясно? Иначе, и твой кредит, который ты взял у бандита, он опять вспылет. Ты понял меня? Да понял я, понял. Теперь пошел отсюда! Андрей Владимирович, а кто это аплодировал? Вы его знаете? Да. Это Виталий, младший брат вашего отца. То есть мой дядя? Да. Но только он пока об этом знать не должен. Почему? Это решение вашего отца, и я не обсуждаю его решение. Со временем вы сами во всем разберетесь. А пока просто послушайте моего совета. Держитесь подальше от Виталии Лазовского. Очень странно. Здесь нет ничего странного. Виктор Михайлович представит вас, как свою дочь, только тогда, когда будут оформлены абсолютно все документы. В силу взбалмошности Виталия, ваш отец пытается застраховать себя от неприятных сюрпризов с его стороны. Надеюсь, вы понимаете, что стали потенциальной наследницей приличного состояния. Если честно, меня это мало интересует. Гораздо важнее, что мы с дочкой оказались в доме, где нас любят, и она заботится. Ну, а что это за бои без правил здесь проходили? Да так, нужно было одного нагляца на место поставить. У тебя это неплохо вышло. А что за красотку повел в дом наш адвокат? Подружка? А как же жена? Ай-ай-ай-ай! У тебя только один вариант на уме. Виталий Зад, дальняя родственница Риты. Она поживет несколько месяцев с ребенком у нас, пока развоз мужем не оформит. А, так это ее муж тут скандалил? Да. Подожди мне в кабинете, я сейчас подойду. Хорошо, подожду. Виталий Зад, брат приехал, Виталий. Да, Андрей Владимирович посоветовал мне держаться от него подальше. Да, правильно, посоветовал. Чтобы более наглого человека я в жизни не встречала, очень терпеть его не могу. Я тут подумал, девочки, а не поехать ли вам к теплому морю? Ух ты! Мам, это ты, дядя Витя, про нашу мечту рассказала? Ура! На море! На море! На море! На море! На море! Мы едем, едем на море! Ля-ля-ля-ля-ля! Ура! Да ладно. Жаль, что ты с нами не едешь. Да, жалко. Но мы с Витей никогда не расстаемся, поэтому в следующий раз уже все вместе поедем. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы через 100 дней едем на море. Здорово. Я вас поздравляю. Спасибо. А вы кто? А я его брат. Так вы, получается... Замечательно получается. А теперь дай нам с дядей Витальиком поговорить. Хорошо? Хорошо. Пока, дядя Виталий. Пока, девочка. Я вообще-то Васильев. Не слабые подарки. Ты делаешь дальние родни Риты. А ты что хотел? Обещанное мне место. Еще вакантном. О, интересно. Ты что, надумал? Надумал. Ты же сам говорил, хватит валять дурака. Ну что, молодец. А вот в понедельник можешь выходить. Здорово. Да, кстати, ты не забыл, послезавтра Виталий день рождения. Явка обязательно. Я готовлю всем сюрприз. Обязательно приду. Проблемы? Нет. Нет. Извини, у меня дела. Надо идти. Здрасте, Бронислав Аркадьевич. Вы написали, что... Две недели прошло. Где деньги? Я найду деньги, я обещаю. Просто понимаете, это такая большая сумма, так быстро не найдешь. Я договорился с братом, буду заниматься бизнесом. Какая работа? Какой бизнес-то? О чем? Деньги нужны сейчас, сегодня. Иначе пеняй на себя. Правда, боксер? Я отдам деньги. Честно, Бронислав Аркадьевич. Послезавтра у жены брата день рождения, и он будет в хорошем настроении. Два дня. Два дня. Все. Свободен. Давай-давай-давай-давай, на мешай. Бронислав Аркадьевич, а я не совсем понимаю, для чего нам эта комедия. Почему не включить счетчик, как обычно? М-м-м. Младший Лазовский, это мой план Б. Деньги этому бездельнику брат однозначно не даст. Вот. И тогда он вынужден будет уступить мне свою долю в гранитной империи. Давай, примотай заново. Ребятушки, быстрей, давайте, 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 быстрей. Зина, нужно еще два стола поставить. Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо. Виктор Михайлович, ну что же вы? Не волнуйтесь, все хорошо. Фирменный кофе. Виктор энд Маргарита. Огощайтесь. Огощайтесь. Я узнал кое-что новое о Спицыне. Я сказал, что больше не хочу услышать о его имени. Да, конечно, но это очень важно. Кроме всего прочего, он владеет подпольным казино. Его крышой полиция. Так вот, туда ходит играть ваш брат. Здрасте всем. С именинницей. Здравствуй. Спасибо. Что? Я рад всех видеть в добром здравии. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Ты что, ревнулся что ли? Нет, это ты ревнулся, братец. Что? По подпольным казино, значит, ходим, да? Теперь понятно, на что пошло твое наследство. Мифом о несостоявшихся стартапах пришел конец. Ай, дурак. Жалел тебя. Хорошо, хоть отец теперь этого не увидит. Слушай, тебя от себя самого такого правильного не тошнит? Что, неужели ни одного косяка за всю жизнь? Слушай, мои косяки к тебе никакого отношения не имеют. Ты пойми, братишка, я одолжил очень большую сумму. Игра шла, понимаешь, у меня в руках были такие карты, что... Ладно, это сейчас не важно. Короче, на мне огромный долг, и все сроки уже прошли. Я прошу тебя, Витя, пожалуйста, дай деньги. В последний раз, клянусь, я больше к картам никогда не притронусь. Витя! Нет. Я тебе сказал, больше не копейки. Меня убить могут. Не убьют. Кредиторам деньги нужны, а не твоя жизнь. Витя, я прошу тебя, пожалуйста, в последний раз дай денег. Вот смотри, я твоими долговыми расписками могу туалет оклеить. Витя, ты мне нужен, там уж гости собираются. Да, Ритуль, сейчас идем. Ну, давай. Мне бы стоило прямо сейчас тебя высунуть на улицу. Но не хочу жене праздник портить. Ты ее нашел, Джей, мы вот здесь, да? Мы вдвоем. Красница. Минуточку тишины. Ты любимая моя Маргарита. С днем рождения, родная. Ты добрый ангел в этом доме. И поэтому драгоценности семьи Азовских должны принадлежать тебе. Это так приятно, Витя. Это так волнительно. И еще, друзья, я хочу вам сказать потрясающую новость. Насколько я помню, мама завещала фамильный гарнитур внучке. А у вас с Ритой детей нет и не будет. Поэтому, невестушка, ты сними эти драгоценности, положи в сейф, хорошо? Пока у меня дочка не родилась. Ну, вон из моего дома. Чтобы духу твоего здесь не было. Не твой дом, а дом наших родителей. Я тоже имею на него право. Ты свою часть дома получил деньгами. У меня в сейфе имеется расписка. Причем, нотариально заверено. Ты уже осочертил своими выходками. Так что я пускаю в ход твои долговые расписки. Стыдимся в суде. Витенька, а ты об этом пожалеешь. Два дня истекают сегодня. Я надеюсь, ты не забыл? А денег нет. Бюзятых негде. Так что хоть режете, Бронислав Аркадьевич, но нету денег. Ну, нету. Значит так. Через полчаса я тебя жду у себя в клумбе. Все. Как Василиска заснула? Да. Как только положил голову на подушку. Не расстраивайся. Виталий вел себя омерзительно. Но, судя по всему, цены ему все присутствующие уже давно знают. А праздник получился замечательный. Все будет хорошо. Так хорошо, что вы появились в нашей жизни. Правда? Кит, прости, что так вышло. Не нужно было отзывать этого мерзавца. Ну, просто хотелось сразу всем представить дочь. Но я все испортил. Да ладно, все хорошо. У нас ведь вся жизнь впереди. Будет еще множество замечательных праздников. Самое главное, что мы есть друг у друга. Да? Да. Пойдемте спать. Пойдемте спать. Пойдем. Вот, и у тебя остается единственный выход. Отдать мне счет погашения долга, свою долю в компании Лазовский. Ну и аппетит у вас, Бронислав Аркадьевич. Да ну вы что, там же было бы раз в десять больше, чем я вам должен. Что значит было бы? Ну, то есть, значит, нет у меня больше доли. Я свои двадцать процентов деньгами взял. Так что... Ну, тогда ты бесполезен для меня. И твое предложение разрезать тебя на кусочки принимается. Назови боксера. Нет. Не надо. Не надо. Да ну вы что, я же пошутил. Я знаю, где взять деньги. В доме у брата в сейфе всегда хранится приличная сумма денег. Тем более там фамильные драгоценности. И если вскрыть сейф, то денег с лихвой хватит на погашение долга. Но поймите, я один не справлюсь. Мне нужна ваша помощь. Ну, допустим. Допустим, я помогу тебе решить вопрос с этим твоим сейфом. Ну, а есть какие-то идеи, как проникнуть в дом? Ну, ночью. Брат, когда возвращается, он всегда отключает сигнализацию. Спальня находится на втором этаже, а кабинет с сейфом на первом. Тем более в противоположной части дома. И звукоизоляция там отличная. А прислуга? Домоработница, садовник, они приходящие. А, правда, сейчас там живет дальняя родственница с дочкой. Но они послезавтра уезжают отдыхать в Таиланд. Ключи у меня есть. Витька так и не удосужился сменить замки после смерти отца. Прошу. Я подумаю. Нет у меня большей доли. Я свой 25. Если вскрыть сейф, то денег с лихвой хватит на погашение долга. Скоро дедушка приедет. Нам надо ехать в аэропорт. Так, ты Тинтюшу своего будешь брать? Давай сюда. Мам, ну можно я пока посплю? Ты чего, молодой? Ну-ка, иди сюда. Это я виновата. Вот как я могла не заметить, что у ребенка началась пневмония? Да ну что ты успокойся, я просквозила на мое дни рождение. Да и же во двор всегда был открыт. Так, ну хватит непродуктивных покаяний. Доктор сделал все необходимые назначения. А когда следующий укол делаете? Через четыре с половиной часа. Я приду. Нет, не нужно. Отдыхайте, я справлюсь. Хорошо, но я все равно зайду. Все будет хорошо. Вот видите, какая-нибудь неделька, и наша принцесса поправится. Спасибо. А теперь всем спать. Да, да, да. Я вам ночью. Посмотри, здесь комната, на всякий случай. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свет верни. Шоу. Стоять! Стоять! Витя! Витя! Он не дышит! Он мертв! Слышите, он мертв! Витя! Витя, что случилось? Витя! Витя! Ты убил его? Нет. Нет, 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 нет. Ты убил его? Нет. Свою мать! Бронислав Аркадьевич. А я здесь при чем? Ну, я же их не убивал. В смысле, что хочу? Вы же сами говорите, что у вас в полиции есть свои люди. Пускай они приедут и сделают все как надо. Что мне теперь делать? В смысле, отнести в спальню, положить на кровать? Зачем? Включить газ? Поджечь? Я понял. Я снял ее. Затащим тела на второй этаж. Соберешься видео с камер наблюдения. Понял? Да, я понял. Знаешь, где стоит газовый котел? Я знаю, я покажу. Да. Извините, пожалуйста, мне в город очень нужно. Что случилось? Да. Муж напился, драться полез. Я ребенка схватила. Выбежала, в чем была. А у девочки температура. Понятно. Я на заправку на 35-й километр. Потом обратно в город. Если никого не остановишь, заберу вас. Ай, никто не останавливается. Можно мы с вами, а? Садитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, воды? У вас есть? Найдется. Что у вас тут? Водитель умер, когда мы приехали. А женщина с ребенком в очень тяжелом состоянии. Понял. Куда везем? К нам в районку? Нет. У женщины серьезная черепно-мозговая. Наши не справятся. Везем в Киев, в нейрохирургию, в больницу скорой помощи. Не знал, что вы такой безбашенный, Дмитрий Михайлович. Пошли против протокола. А если бы пациентка убирала во время операции, надо было все же меня дождаться. Не было времени, Игорь Константинович. Счет шел на минуты. У нее по дороге в больницу сердце остановилось. Едва запустил. Вы молодец. Филиграну провели уникальную операцию. Можно сказать, с того света больную вытащили. Кстати, Дима, этот случай может стать недостающей изюминкой вашей диссертации, при условии, что вы доведете свою подопечную до полного выздоровления. Разумеется. Теперь она моя личная ответственность. Взорвался газовый котел, пока хозяева сладко спали. Следов насильственной смерти, я так понимаю, экспертиза не обнаружила? Ну, ты знаешь, а ботилы сильно отгорели. Правда, на черепе у одного из них есть вмятина. Но эксперты считают, что это, скорее всего, из-за падения во время взрыва балки перекрытия. А уже известны причины взрыва? Ну, скорее всего, короткое замыкание. Но дом настолько выгорел, что вряд ли удосту установить истинную причину. А что говорят свидетели? Свидетелей, как всегда, нет. Там работницы и саду Николазовского ничего толком не сказали. Хотя в доме жила еще некая Лиза с ребенком. Но накануне она уехала за границу. Доброе утро, родной. Привет. Я тебя сейчас кормить буду. Это хорошо. Пойду чайник по столу. Нет, садись. Я тебе принеса твой любимый. Судя по лицу, дежурство у тебя было то еще? Да. Между прочим, девчонки из бухгалтерии обвиняют меня в том, что ты стал похож на тень. Мне приходится объяснять им, что это не из-за меня. А ты ночью не досыпаешь? А из-за своей пациентки? Вообще-то я заскучилась. Послушай, Нося, случай действительно очень тяжелый. Она по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Я могу оставить тебя одну без присмотра. Меня, значит, можешь, да? Доброе утро. А где я могу найти Дмитрия Колесникова? Здравствуйте. Это я. Следователь Коренев. Я расследую обстоятельства аварии. Скажите, как самочувствие пострадавшей в ДТП? Она в реанимации в коме. К сожалению, утешительных прогнозов дать не могу. Вы установили ее личность? Надо бы хотя бы медицинскую карту заполнить ее. К сожалению, документов женщины мы не нашли. А родственникам и друзьям погибшего водителя ни она, ни ребенок не известны. Да ты не волнуйся, я с коллекторами все решил, полюбовно, все нормально. А жена твоя, думаешь, не обрадуется? Нет больше Лизки. В смысле? Да ушла от меня и дочку забрала, и… Завела себе какого-то кобеля? Похоже на то, шмотки дорогие купила. Прической не подойди. А Пашка все, Пашка уже по боку ей, все. Ну, тут одной будет мало тогда. Игорь Константинович, я не очень доволен результатом, если честно. Состояние пациентки стабильное, но никакого намека на улучшение. Так три дня всего прошло. Стабильность ее случаев это уже чудо. Я вот о чем хотел с вами поговорить. Принято окончательное решение о создании кафедры нейрохирургии при медицинском факультете в Егелонском университете в Каракаре. И возглавить ее предложили мне. Поздравляю. Спасибо. А я в свою очередь хотел взять с собой вас. Будете руководить экспериментальным отделением. Будете внедрять свои наработки и расширять их. Благодарю за вере, Игорь Константинович. Вот и хорошо. Представляешь, Гайдук зовет Диму с собой в Польшу. Ого. Ну, я всегда знала, что Колесников у нас долго не задержится. А с тобой-то как? Ну, ты входишь в его польские планы? Ясно. Говорила, приручу его, за нефиг делать. Так, подожди. Во-первых, это будет далеко не завтра. Во-вторых, ты бы лучше посоветовала, что делать. Потому что я уже не знаю как. И так, и эдак. Курицу заботливо изображаю, и пирожки ему в клюве ношу. На, Димочка, поешь. А Димочка, спасибо, молодец. И все. Никаких намеков на совместную жизнь. Ну, есть один проверенный способ. Забеременеть. Люда, замечательный способ. Я не поняла, а Колесников что, против детей? Я не знаю, я не узнавала. Ну, я точно знаю, что я против. По крайней мере, пока. Ну, тогда решай сама. Дима, ты почему еще не готов? Собирайся быстрее. Куда? Как куда? Мы с тобой утром сегодня обсуждали, у нас годовщина отношений. Я заказала столик в ресторане. Послушай, ну, сегодня не получится. Давай в другой раз. Когда? Через год? Дима? Димочка, хорошая. Ну, всех же не вылечишь, правда? У моей пациентки нормализовалась давняя. И улучшились показатели сердечной деятельности. Она может в любой момент очнуться. А сегодня так просто. Я должен быть рядом. Как меня достала твоя пациентка, Дима? Никак не могу дозвониться Лизе. Абонент вне зоны. Наверное, отключила из-за дорогого роуминга. Помочь? Да, вперед. Не знаю. Может, это и хорошо. Чем позже Лиза узнает о смерти отца, тем лучше для нее и для Василиски. Я пусть и криминальная, но все же психолог. И считаю, что ни к чему ей были бы все эти печальные хлопоты, похороны, поминки. А куда именно уехали Лиза с дочкой? Можно ведь в гостиницу позвонить? Виктор Михайлович не говорил, а я не спрашивал. Можно выяснить у начальника диспетчерской службы аэропорта. Я же его недавно консультировала. У меня даже где-то есть его визитка. Сейчас. Отличная идея. Угу. Как там наша безымянная пациентка? Все указывают на нарушение мозговой деятельности. Есть риск полной недиспособности. Похоже. Игорь Константинович, я подумываю о нетрадиционных методах лечения. Рефлексотерапия, виглоукалония, массаж. Да вы что? Вы еще банки пропишите пациентке в коме. Сейчас на кону ваше будущее. Если вы своей самодеятельностью загубите пациентку, не то что о Польше, о нынешнем месте работы останется только мечтать. Я надеюсь, вы меня услышали. Да, Валерий Петрович. Я поняла. Большое спасибо. Представляешь, буквально за несколько часов до вылета билеты Лизы были аннулированы. Странно. А где же она? Абонент Фенезона. Не нравится мне это. Не знаю. Знаешь, мне Лиза сразу понравилась. Она была такой открытый. Искренний? Искренний. Но тебе не кажется, что мы смотрели на Лизу глазами Виктора, одуревшего от радости, что он нашел свою дочь? Ведь в сущности, что мы о ней знаем. Девочка выросла в детдоме. Практически сразу вышла замуж за далеко не сказочного принца. И вдруг особняк. Достаток. Бриллианты, в конце концов. Кузовлев, ну куда тебя понесло? За картошкой следи. В горелом уже пахнет. Но даже если допустить, что Лиза причастна к смерти отца, разве стала бы она аннулировать билеты? Ведь это была идеальная возможность скрыться. Ну и главное, для чего ей все это? Официально признав ее своей дочерью, Виктор и так сделал ее наследницей. А для чего тогда рисковать, убивать? Действительно, я зачем? Я думаю, нам надо срочно заявить об исчезновении Лизы и Василисы. Андрюш, у тебя же есть номер этого следователя. Как его? Валько? Да. Ну мы пока не будем делать этого. Хорошо, что я не сказал в полиции, что Лиза дочь Виктора. Я не поняла. Если у меня возникли сомнения, то следователь сразу же ухватится за эту выгодную версию. Я уж не говорю про Виталия. Ну тогда что же нам делать? Ждать пока Лиза сама объявится? Искать. И для начала я поеду к мужу Лизы. Может он что-то знает. Ну что ж, я согласна попробовать. У меня самый очень интересный результат. Это что за самодеятельность, Дмитрий Михайлович? Я же запретил всякие эксперименты. Перед вами живой человек, а не подопытный кролик. Я не понимаю вашего возмущения, Игорь Константинович. Иглоукалывание, рефлексотерапия и массаж – это давно известные и широко используемые методы лечения. Да, но не к пациентам, находящимся в коме. Я читал об одном немецком журнале… Да мы с вами сейчас не в Германии. И даже не в Польше, господин Колесников. Я не могу смотреть, а то как молодая женщина превращается в овощ на моих глазах. Что я потом ее дочери скажу? Это все эмоции. А нам нужен рациональный подход и протокольные методы лечения. А что, если после вашего лечения состояние пациентки необратимо ухудшится? Кому отвечать придется? Естественно, мне, как к заведующим отделением. Простите, но у нас тут не санаторий для работников искусства. Надеюсь, вы меня поняли. Мне в Кракове нужны дисциплинированные сотрудники. Ну, я так понимаю, курс рефлексотерапии закончен, даже не начавшийся? Ничего подобного. Жду вас завтра. Десять утра. Ну, ваш завотделение… Завотделение завтра утром. Читает лекцию в университете. В конце концов, это моя пациентка. Я несу за нее ответственность. И все виски беру на себя. Здравствуй, малышка. Как ты себя чувствуешь? Тебя с мамой? Привет. Она ничего этого не ест. Угасает ребенок. Несмотря на то, что практически внимание ее побороли. Сломанные ребра ее как будто бы сейчас не беспокоят. Молчит по-прежнему? Ни слова. Ее осматривал таларинголог. У девочки все хорошо со слухом. И, похоже, до этого она говорила. Это шоковое состояние. Как сейчас с этим бороться, непонятно. Ей необходима материнская любовь и забота. Забота. Да. Ее маме это бы тоже не помешало. А, стерва. Павел, о, на ловца и зверь бежит. В общем, я тут подумал, развод я дам, только нужно будет заплатить. Скажите, когда вы в последний раз видели вашу жену и дочь? Когда и тебя. Возле дома папашки. А что, Лизка и от вас сбежала? Дом, в котором проживали ваша жена и дочь, сгорел. Хозяева погибли, а Василиса и Лиза пропали. Зоя, Кузовлева позови. Думаю, всем понятно, зачем я вас сегодня собрал. Ждать полгода, пока я официально вступлю в права наследования, смысла нет. Надо удержать компанию. Поэтому я, как единственный наследник брата… Добрый день. Господин адвокат, а вы уволены. Моя компания в ваших услугах больше не нуждается. До свидания. После смерти Виктора Михайловича я представляю интересы его наследницы. А значит, будущей владелицы бизнеса Лазовских, Елизаветы Калининой. Дочери Виктора Михайловича. Соответствующие бумаги подтверждающие это имеются. Крабкайся, слышишь? Изо всех сил. Ради себя, ради дочери. Я думаю, наша подопечная давно бы уже пришла в себя, если бы знала, какой мужчина борется за нее. К тому же рискуя карьерой. Вы бы видели потухшие безжизненные глаза ее дочери. Малышка жить не хочет без мамы. К черту карьеру. Если это поможет увидеть улыбку на лице девочки. Пронеслав Аркадий, здрасте. У нас проблемы. Оказывается, у моего брата покойного есть прямая наследница. Небрачная дочь. Та самая Лиза Калинина. Так что я опять оказался ни с чем. Ну-ну. Во-первых, сбавь обороты. А во-вторых, где она? В Ирланде. В море купается. Ты с ней говорил? Нет. Все время вне зоны доступа. Я пытался найти через отель, но у меня ничего не получилось. Ничего. Мы ее найдем. Нам лишние наследники не нужны. Все. Будь здоровы. До свидания. У нас все получается, Анна. Состояние пациентки стабилизируется. Если так пойдет дальше, ее можно будет переводить в общую палату. Спасибо вам. Это ваша заслуга, Дмитрий. Вы рискнули и победили. Ну, а я только немножко помогла. Ничего себе немножко. Благодаря вашим волшебным иголкам наша спящая красавица приходит в себя. Поздравляю, Дмитрий Михайлович. Поздравляю. Я горжусь таким учеником. Ну, за непослушание вам следовало бы уши набирать. За смелость и профессионализм обвалю. Я прав, Анна Олеговна? Почему вы мне не сказали, что получили международную премию за свою методику? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй? Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Почему же мы так часто ссоримся в последнее время, а? Я не ссорился. Я работал. А сейчас, когда моя пациентка пошла на поправку, я могу немного выдохнуть и посмотреть вокруг. Что ж ты видишь вокруг сейчас? Красивая, обворачивая женщина. Женщине очень приятно слышать это. А в ответ она хочет о замираниям сердца сказать, любимый, давай наконец-то решимся и будем жить вместе. Давай, и сейчас, а потом. Угу. Почему? Мы уж год вместе. Нам хорошо. Почему мы не можем оформить наши отношения? Послушай, я… я же уже предупреждал всем, что в ближайшее время не намерен меня совпадать. И потом. Тебе раньше и так все устраивало. А теперь не устраивает. Представляешь? Я не готов сейчас это услышать. У меня был очень трудный день. Я поеду домой. Все было очень вкусно. Спасибо. Спокойной ночи. Проходи, проходи. Слушай, я тут недавно читала, некие супруги Лазовские сгорели в осине заживо. Представляешь? Спасибо. А наследство у них… Все брату досталось. Вот только прятаться не надо. Не бойся. Иди сюда. Иди сюда. Кто вы? Что вы от нас хотите? Не бойся. Вот она. Субтитры подогнал «Симон»